Итак, как вы видели, тема нашего урока – приход Машиеха, будущее избавление, возвращение ли это к нормальному состоянию, к обычному, или это великое чудо, которое вообще несопоставимо и ненормально, или это же все-таки возвращение к нормальному состоянию. Итак, начать наш урок хочу с известных высказываний Любающей Скоребе, который говорил, что Машиех уже вот-вот стоит уже на пороге, что вот мы уже сейчас говорили, 10 человек, если даже собираются, 10 евреев собираются вместе, это уже обязательная причина того, что Машиех вот-вот придет. Вот, и известное выражение, что предыдущий Любающий Скоребе говорил, что уже все искры святости подняты до прихода Машиеха, а наш Любающий Скоребе говорил, что уже даже, предыдущий Любающий Скоребе говорил, что осталось только начистить пуговицы, да, на одежде, чтобы встретить Машиеха, а наш Любающий Скоребе говорил, что уже даже пуговицы начищены на одежде, чтобы встретить Машиеха. Тем более сейчас, что после тех событий, даже самых последних, прошло уже почти 24 года. Тем более мы стоим, понятно, что уже на самом пороге. Но как мы можем это утверждать? Ведь что мы знаем, конечно, о том, что придет Машеев, что весь еврейский народ будет на земле Израиля, все будут соблюдать Туру и заповеди, будет возведен храм. Там не будет войн, не будет страданий, не будет противоборств, не будет соперничества. Все народы мира признают веру в единого Всевышнего, присоединятся к евреям в этой вере. И все будут служить в мире и в любви и согласии. То есть, как можно сказать, что мы на пороге стоим? Ведь, на первый взгляд, все с точностью наоборот. То есть, военное положение в мире вроде как ухудшается. Страны милитаризируются, военные бюджеты в всех странах растут. Мир далеко не движется к состоянию веры в единого Всевышнего. Тоже еврейская вера и семь заповедей Ноаха. Далеко не распространенное течение мировых интересов, скажем так. И как же можно сказать, что мы находимся на пороге и что это может, я не знаю, в один момент или в короткий период времени все исправить? А как такое может быть? Для этого нужно понять вообще, что такое нормальное состояние. Нормальное состояние – это когда евреи соблюдают Тору и заповеди, когда существует храм, когда приносят жертвоприношения, когда есть возможность соблюдать все 613 заповедей. То есть, когда есть храм. Почему это нормальное состояние? Потому что Всевышний создал этот мир, в первую очередь, для того, чтобы в нем было дарование Тора и чтобы можно было исполнять 613 заповедей. И чтобы все в этом мире служило по разглашению единства Всевышнего и его неоспоримой власти, доброты и его света во всем мире. Чтобы все творения познавали суть Творца и имели от этого величайшее удовольствие. Для этого был создан мир, для того, чтобы соблюдать 613 заповедей. И поэтому это является нормальным состоянием. Для чего Всевышний одровал Тор и создал этот мир? Для того, чтобы мы находились сейчас и не могли соблюдать 613 заповедей. Зачем было нужно создавать такой мир, в котором подарить Тору и дать возможность соблюдать 613 заповедей. И дать 613 заповедей, из которых можно только примерно 86 заповедей соблюдать. Так что понятно, что это ненормальное состояние. Состояние Галута, состояние, что не признают единства Творца, что нет ничего, кроме Всевышнего. Нужно ему служить, это ненормальное состояние. Потому что Всевышний не создал мир, для того, чтобы мир существовал просто так, сам по себе, ради своих личных интересов каждого человека. Мир существовал, был создан Всевышний для чего? Для того, чтобы этот мир признал Всевышнему и служил Всевышнему. И чтобы этот мир был жилищем Всевышнего в нижних мирах. Всевышний, другими словами, не создавал мир, для того, чтобы это был мир, где не признают Всевышнего. Поэтому нормальное состояние, это именно, когда евреи находятся на земле Израиля и соблюдают 613 заповедей. И построен храм. И все находятся в мире и служат единому Творцу. И сейчас время, чтобы мы не находимся в таком состоянии. И каждый мир даже уходит от этого состояния. Поэтому сейчас, как никогда раньше, нужно понять причины Галута. Почему Всевышний продолжает поддерживать такое состояние. Почему Всевышний продолжает поддерживать состояние мира, где грешники тражествуют. А где праведники страдают. Где явная скрытость истины в этом мире. Зачем этот мир поддерживает свое существование в таком виде. В первую очередь, для того, чтобы мы поняли и осознали, что это не Всевышний создал изначальный мир такой. Это мы довели его. А Всевышний не хочет просто делать всю работу за нас. Он хочет, чтобы все это исправление этого мира пришло в нашу заслугу. Чтобы было испытание веры и испытание преданности Всевышнего. Так что мы сами все исправили. Чтобы мы сами осознали единственности Всевышнего. Его власть, его милосердие. И что от него на самом деле все происходит в этом мире. И если это произойдет от нас, это понимание, это исправление. То тогда наши награды будут нами на самом деле заслужены. И воспринято правильно. Правильно. Должны понять в первую очередь, что сенатхинам, беспричинная ненависть, она привела к такому состоянию. То есть, самая главная причина разрушения храма, как говорят наши мудрецы, это беспричинная ненависть. И чтобы исправить это, нужно, чтобы была беспричинная любовь. То есть, объединение, помощь друг друга. Есть такое понятие, что святость всегда пребывает там, где есть объединение. Где люди, отстраняясь от своего личного интереса, от своих личных амбициях, принимают позицию другого. И вместе с ним сосуществуют. И вместе с ним признают какую-то общую истину. И вместе с ним есть консенсус и мир. Вот в таком месте находится святость. Там, где есть непримирение, там, где один не хочет слушать другого, не хочет принимать позицию другого. Называется, например, пирут, то есть, разъединение. То есть, там это место, от которого святость, наоборот, отталкивается. Которому Всевышний, другими словами, не может там находиться. И также понятно, что в первую очередь нужно понять, что то состояние, в котором мы находимся, это ненормальное состояние. Что мы не можем соблюдать 613 западей, когда они были даны. Что мы находимся в очень-очень ограниченном состоянии, в ограниченном мире. И далеки от совершенства, которое сам Всевышний хочет, чтобы мы этого достигли, просто решив определенную проблему. То есть, выйти из, собственно, грехов, выйти из конфликтов. То есть, понимание вот этого состояния, что сейчас проявление Всевышнего, оно не очевидно в нашем мире. Так что истина скрыта. И то, что очевидная истина о существовании Всевышнего и руководства Всевышнего в этом мире, она не находится на устах всех людей. И, то есть, такая очевидная вещь, но она как бы скрыта из ума и понимания людей. И осознание вот этого состояния, это уже большой шаг к будущему избавлению. Поэтому, говорят наши мудрецы, в благословении после еды, когда мы говорим перед благословением после еды, мы говорим о псалме Давида. И в одном из псалме там говорится такая вещь, что когда мы будем освобождены, мы будем представлять себе Галут. То есть, времена изгнания, они будут нам как сон, казаться, что мы были как во сне. И почему Галут сравнивается со сном, а Геула связывается с бодрствованием? Потому что, когда мы находимся во сне, очень многие вещи, которые на самом деле абсолютно нереальны, нам кажется, что это реально. Нам кажется, что это нормально, когда мы находимся во сне, вещи, которые абсолютно несовместимы с каким-то нормальным природой вещей. Мы во сне можем летать, и нам кажется, что это нормально. Мы можем общаться с одним человеком, потом через секунду он превращается в другого человека. Быть в одном месте, потом через одну секунду быть в другом месте. И мы не чувствуем, что это ненормальное состояние. Нам во сне кажется, что это есть природное состояние мира. И точно так же сейчас нам в Галуте, когда скрыто и неочевидно то, что нет ничего кроме Всевышнего, хотя на самом деле это большое чудо, как такое можно себе представить. На самом деле нет ничего кроме Всевышнего. И как во всем может существовать такой мир, в котором не то, что скрыто то, что нет ничего кроме Всевышнего. Мир, в котором скрыто вообще, что этим миром управляет Всевышний. Это только мы можем догадаться, почувствовать, прийти к этому с нашей веры. То есть такое состояние, на самом деле оно, если мы действительно посмотрим объективно на наши вещи, наш мир, оно чудесное состояние. Это состояние, которое ненормальное и на самом деле тяжело себе вообразить. То есть как наш мир, в котором на самом деле нет ничего кроме Всевышнего, может выглядеть так, что как будто бы даже можно утверждать, что Всевышнего нет. Что еще нужно понять, что нужно прийти к вере ко Всевышнему. Хотя на самом деле нет ничего кроме Всевышнего. И это есть чудесность и необъяснимость нашего мира, которая кажется нам, с другой стороны, абсолютно очевидным. И поэтому, когда будет будущее избавления, и придет Машия, и раскроется Всевышний в этом мире, говорится про будущее избавления, говорят наши мудрецы, что мы сможем показать пальцы на Всевышнем и сказать, что вот это Всевышний. И понятно, что нам станет понятно, что то состояние, в котором мы находимся сейчас, это действительно чудесное состояние, которое вообще непонятно, как оно могло быть. И это мы действительно поймем и осознаем, когда придет Машия и будет будущее избавления. То есть, самая главная вещь, которую я хочу сказать, что это не будет какое-то сверхвеликое чудо, которое... Нет, конечно, это будут чудеса, это будет раскрытие. Это не будет перевести нас из нормального состояния в какое-то великое чудесное состояние. Нет, это будет скорее пробуждение от ненормального состояния, которое нам кажется абсолютно нормальным. Пробуждение и приход в состояние абсолютно нормальное. И понимание, что вот это вот состояние, которое будет при приходе Машия, это и есть на самом деле та должная ситуация, в которой мы должны быть. Это действительно то состояние, в котором мы изначально должны находиться. То есть, это будет пробуждение от ненормального состояния. И что мы в первую очередь должны сделать, чтобы привести это, пробудиться от этого нашего ненормального состояния, состояния Галута. И поэтому изучение внутренней части Торы, Хасидута, это одна из основных лекарств от выхода из Галута. Потому что в изучении Хасидута мы изучаем внутреннее строение, духовное строение миров. Мы изучаем, как все аннулировано перед Всевышним, как весь мир, как ничто перед Всевышним. Так как Всевышний всем руководит, и как все подчинено Всевышнему, и значение заповеди, и значение изучения Торы. И как все это влияет на весь мир, и как весь мир на самом деле полностью зависит, и вся его жизненность этого мира, и все его существование от Всевышнего. И так как изучение внутренней части Торы дает нам это понимание, она дает нам возможность выйти из этого ненормального состояния, в состояние Машьеха, то есть в нормальное состояние.